Всем привет, с вами Priya. После целого месяца почти игры на классике, люди постоянно задаются вопросами. Когда в BFA? Когда будет актуальный контент? Когда будут стримы по актуалу? И всё такое прочее. Ну, на самом деле, скоро. Так как Blizzard анонсировали точную дату выхода обновления 8.2.5. Выйдет она на следующей неделе, 25 сентября. Дата весьма хорошая, до отъезда на игромир ещё остаётся нормальное такое количество времени. И насладиться патчем 8.2.5 можно. В принципе, там немного каких-либо новых вещей, но они стоят своего внимания. Первое, что появляется, это новые модели воргенов и гоблинов. Но для меня это не особо интересно, так как я играю почти только на хуманах. Далее. Начнётся финальная глава военной кампании. А Магни, тот, который в форме алмаза стоял, несколько дополнений, попросит героев отыскать Гневиона. То есть, скорее всего, будет с ним какая-то цепочка, и это будет весьма интересно. Наверное. Также вернётся обновлённая программа «Пригласи друга». Это та программа, по которой вы приглашаете людей каких-либо, кто либо давно не играл в игру 2 года, либо тех людей, которые впервые начинают играть, с целью получения наград. Видосик о данной программе я уже сделал. Можете глянуть в плейлисте, посвящённому 8.2.5. Также. В ноябре нас ждёт празднование 15-й годовщины World of Warcraft. Там будет питомец, там будет маунт, там будет всё интересно. В общем, к годовщине очень хорошо Близзард подготовились. Видосик также об этом есть, но опять же это будет только в ноябре, то есть это ещё не скоро. Также. Игроки Альянса смогут получить ездовую пчелу. Поездовой пчеле делал видосик, просто самой обычной фарм репутации. Получить её сейчас, допустим, в конце сентября, или получить там к Новому году, разницы не особо-то и много, в принципе. Также аукцион чёрного рынка пополнится новыми средствами передвижения. Ну, на это нужно голды иметь. В принципе-то голда имеется на воине у меня. Голд Кап всё так же, 10 лямов, но стоит ли оно того, не знаю. Что ещё? Рейд Огненные Просторы станет доступен для прохождения в режиме путешествия во времени в дни соответствующего события. То есть Огненные Просторы, тот рейд, в котором Рагнарос является ластом, будет доступен во время катаклизмовских путешествий во времени. Огненные Просторы, чудесный рейд, с увлекательной механикой, весьма интересный, особенно Алис Разор, фаза полёта. А ещё Реолит, где нужно правильно по ногам ему бить с целью того, чтобы он правильно двигался. В общем, новинки-то классные, но такого прям особого внимания они к себе не привлекают. Поиграть пару дней можно, ну а потом опять же вернуться на классик. Ну а там уже и до Игромира недалеко, как говорится, до отъезда. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого.